Праздник возник на Руси еще с 1613 года и является одним из самых почитаемых в наши дни. Праздник возник на Руси еще с 1613 года и является одним из самых почитаемых в наши дни. Величайшая святыня России, самая любимая и почитаемая верующими икона Пресвятой Богородицы, была явлена в Казани в 1579 году после страшного пожара, который уничтожил половину города. Сначала она явилась во сне 10-летней девочки Матроне, дочери Стрельца и повелела сказать воеводе и архиепископу, чтобы взяли ее на пожарище от земных недр в утешении и помощь православным. Мать с дочерью начали копать в указанном месте и, наконец, нашли икону у сгоревшего дома кувцов Анучиных, завернутую в рукав вишневый сукон на рубахе. Святый Божий, святый Гребкий, святый Бессмертный, помилуй нас. В смутное время, когда Москву и большую часть страны оккупировали поляки, которые пришли с Желудмитрием, а предательство бояр не давало возможности установиться русской государственности, чудотворная казанская икона стала знамением освобождения России. В Нижний Новгород по призыву Казьмы Минина стали стекаться русские люди и становиться под знамена народного ополчения, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский. В поход на Москву ополченцы взяли казанскую икону. Летом 1612 года ополчение Казьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после молебна казанской иконе освободило русскую столицу. В честь победы на Красной площади построили храм в честь казанской иконы и стали чествовать ее дважды в год. 21 июля – День явления и 4 ноября – в память освобождения Москвы. Все это знаки нашей истории, что эта связь наша с Божьей Матерью, с нашей заступкой царицы неизменна. И казанская икона Божьей Матери избрана ею быть нам в напоминание о той великой роли и судьбе, которую несет наша страна перед лицом всего человечества. Казанская икона Богородицы – защитница и заступница Руси. Известно, что в 1709 году Петр I молился перед ней о победе русского войска в Полтавской битве. В 1812 году Михаил Кутузов просил покрова Богоматери перед отбытием в действующую армию. Во время Великой Отечественной войны на Молжайском направлении в Сталинграде и в Ленинграде шли крестные ходы с казанской иконой. Известно, что помогла она и при битве за Москву. В начале декабря 1941 года по приказу Сталина совершили воздушный крестный ход. Самолет с иконой Богородицы на борту облетел окруженной нацистами Москву. И враг не смог захватить столицу большой страны. В первой декаде ноября верующие отмечают еще один праздник в честь Царицы Небесной. Он посвящен иконе всех скорбящих радость. Богородица изображается в полный рост в окружении страдающих людей. Больных, голодных, раздетых. Божья Матерь раздает им грошики, совершая чудеса исцеления и помощи. Конечно, без нее мы никак не обходимся. Это как маленький ребенок тянется к маме, чтобы она пригрела, успокоила. Нашла добрые слова, так и мы к Божьей Матери, как не к ней. Когда ты понимаешь, с возрастом духовным понимаешь, кому здесь действительно, от кого ты можешь найти помощи. Помощи и для себя, и для своих близких, и для своих мам. Перед иконой совершают молебны о здравии, просят совета в сложных ситуациях, помощи в работе и семейной жизни, а также душевного спокойствия. Но перед тем, как начать молитву у иконы всех скорбящих радость, следует попросить у Богородицы прощения за грехи, исповедоваться и причаститься. Божья помощь обязательно придет. Субтитры создавал DimaTorzok